Сегодня видео о том, как выпаивать микросхемы. Буду показывать методы выпаивания микросхем. Все это в этом видео. Есть у меня вот такая плата от старого телевизора. Здесь есть микросхемы простенькие. Что я подразумеваю по словам простенькие? Простенькие это мало ножек. Здесь их 16, как в данном случае. И есть сложные. Уже процессоры идут. И здесь уже многоножечная микросхемка. Все грязно. Это процессор. Будем выпаивать сегодня и простенькую вот эту, и вот эту, и вот эту. Методы выпаивания микросхем бывают разные. Можно выпаивать паяльником, феном и с нижним подогревателем, также феном. Про нижний подогреватель я расскажу чуть-чуть попозже. Буду показывать, как выпаиваются с нижним подогревателем. Сейчас буду объяснять, как выпаивать данную микросхему на 16 ножек с помощью обыкновенного паяльника. Я использую жало с вот таким наконечником. Чем больше площадь соприкосновения, тем лучше. Канифоли у меня нету. Буду использовать жидкий флюс. Вот этот вот плохой флюс. Я это уже говорил в одном из своих видео. Повторюсь, вот такой флюс не покупайте. Вонючий, пригорает постоянно. Не особо хороший. Начну прогревать поверхность. Сначала одну сторону. Потом другую. Хочу сказать, что припой бывает разный. Иногда бывает туго плавки. Его лучше разбодяжить припоем POS-61. Поверхность прогрета, теперь нужно подтянуть ее снизу. Не совсем удобно выпаивать, так как снизу у платы много всякого добра. Но сейчас буду одну сторону прогревать и тянуть ее снизу пинцетом. Одна сторона вышла. Сейчас буду выпаивать вторую сторону. Развищает CL СМОВ СМОВ Ссылку, вот она микросхемка чуть-чуть ножки выровнять можно использовать как я уже говорил чтобы освободить отверстие для новой микросхемы можно использовать зубочистку и вот такими движениями и 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 здесь я использовал жидкий флюс но если вы используете канифоль с канифолью в принципе должен быть эффект тоже просто необходимо не жалеть ее почаще макать жало в канифоль и принципе все получится точно также теперь расскажу как выпоить многоножечную микросхему точно также наношу флюс можно выпаять ее феном сейчас я буду показывать как пилы то и с помощью оплетки ножки уже подогнуты сначала нужно впитать весь припой который здесь есть и теперь снизу надо потянуть микросхему тем же пинцетом и опять немного прогреваю а а а а а а а все микросхема практически вышла вся а вот пожалуйста с помощью одного только паяльника можно выпаять такой вот процессор ну я так думаю это процессор либо это память какая-то, я не знаю, я не смотрел, что это. Сейчас будем выпаивать самую большую микросхему, это я буду выпаивать наверное феном, покажу как выпаивать феном, первые два варианта были без фена, это если у вас нет фена, в принципе эту микросхему можно выпаить тоже таким же методом, с помощью оплетки, но я ее выпаю феном, феном по-моему самое просто, не нужно тратить оплетку, оплетку я использую в редких случаях, здесь также наношу слюз, снизу уже подтягиваю ее пинцетом и начинаю греть, температура 300 градусов, даже температуру можно использовать 350 градусов, такими движениями, долго не задерживать фен на одном месте, потому что можно подпалить плату, вот что я про флюс и говорил, он начинает гореть от температуры, grave, силы выдерживать тщательно, вот я пусть собака и возьмемся к trees-тщательно, как там, в кидах, есть еще одна убитая, так, и все придумаем, так их в руки, если это было drugiej-мobil, Вот так выпаивается микросхема феном. Потом подготавливаете с помощью зубочистки, как я уже показывал. Место для пайки, оно пока горячее, даже легче подготовить. И так далее. Продолжение следует. Продолжение следует.